Красноярск почувствовал отголоски землетрясения в Саянах уже второго за прошедшую неделю. Какова была сила толчков официально неизвестно, однако горожане писали в соцсетях, что землетрясения реально ощущали жители взлетки Северного и Пашиного. Дело депутата Заксобрания Владимира Седова обрастает новыми подробностями. Взятка, которую парламентарий получил от застройщика, составил 1 миллион 100 тысяч рублей, причем это была лишь часть суммы. Тем временем народный избранник уже дал признательные показания. Асфальт на коммунальном мосту по традиции растаял вместе со снегом. Потепление снова превратило дорогу в полосу препятствий. Ямы обещают залатать на выходных, а вот сроки капитального ремонта, в котором нуждается мост, до сих пор не определены. Скандал с выделением участка набережной фирмы с турецкими корнями, похоже, подошел к концу. Иностранные инвесторы сами попросили мэрию расторгнуть договор аренды. Ранее свое недовольство тем, что ценную землю чиновники отдали за копейки без торгов, выражали депутаты и прокуратура. Власти обещают выгнать со 2-го и 83-го маршрутов нелегальных перевозчиков. Бизнесмены из ГОИ демпингуют и возят пассажиров дешевле, чем конкуренты. В мэрии называют деятельность маршрутчиков незаконной и намерены привлечь к решению вопроса правоохранительные органы.